Домой! Капец тут, блин, напряжение на бронзе. Он меня переиграл просто тем, что у него этой карты не было. Что? Всем привет и приветствую вас на моем канале. На самом деле для меня сейчас эти слова немножко непривычны, хоть меня не было только и 8 дней, но тем не менее. Всем привет. За микрофоном как это плагиат? Да, мы с вами давно не виделись. Я понимаю то, что видосы выходили относительно редко. Шутка, шутка, шутка. Они выходили нормально, потом я пропал. Но кто знает, тот знает. Кто не знает, того особо тут задерживать на этом геймплее не буду, если что, для того, чтобы объяснить вообще, что происходит, почему так долго не было и почему какая-то была очень странная... Были очень странные вбросы инфы как в группе ВК, так в сообществе Ютубе, так и в Телеге. Все я расскажу на втором канале. Как раз-таки это интро использую для того, чтобы как-то пропиарить свой второй канал. Сразу говорю то, что вот он. Там не знаю, подсказка, что я могу сделать, что Ютуб мне позволит сделать для продвижения этого самого канала. Я не знаю, что обычно делается, да, но просто имейте в виду, вот, он существует. Второй канал, да, да, я понимаю то, что это необычно, но не рассчитываясь, что там миллиард видосов будет выходить пока что, да. Ничего не обещаю, но точно обещаю видос о том, как я был отправлен военкоматом на плановое медобследование и как я там заработал корону, когда я прибыл в больницу абсолютно здоровым. Да, такие чудеса тоже бывают. Да, это... Большой мисплей я должен был сначала раскопать, но тем не менее, да. Да, это белорусские больницы. Очень суровые, никого не прощающие, да, белорусские больницы. Ну, а мы с вами сегодня возвращаемся к Hearthstone, возвращаемся в Ladder. Да, я, наверное, впервые за, ну, довольно-таки большое количество времени записываю стандартный формат, геймплей стандартного формата на ранге Петушары, потому что ввиду своего отсутствия и ввиду невозможности особо игры, так как, ну, я думаю, что понятно почему. Если кому-то непонятно, то просто я в этом плане ссылаюсь на свое самочувствие, которое у меня было далеко не в самом лучшем виде в тюрьме, хочется сказать. Ну, и так, нас никуда не выпускали в больнице. Я не мог особо ни во что играть, никак капаться не туда и сюда, поэтому вот он я, вот он я, вот он перед вами. Перед вами вот сейчас стою, такой голенький, с голой попой на бронзе. Но не волнуйтесь, все нормально, я думаю, что мы с вами сможем отбить эти ранги. И вообще особо показу сегодняшней колоды мой ранг не помешает. Сегодня мы с вами поиграем на колодах, которые появились и обновились после нерфов, которые вышли уже неделю назад, но вы сами понимаете. Здесь плагиат у вас теперь перед вами предстает в роли слоупока такого небольшого, по понятным причинам. Думаю, тем не менее, все равно будет интересно посмотреть, как у меня получится на этих деках что-то сделать. И сегодня мы с вами играем на одной из самых интересных вариаций обновленного мага, да, с нерфами, вы уже могли заметить, и бафами. Дикий огонь теперь стоит одну ману, это я уже все обсуждал в видосах до этого геймплея. И мы играем на маге на обилке, тот самый маг 80% возвращается, и играем мы на маге с мардрешем, видите, типа он теперь 8 ван и 8 в 8, это невероятно круто. Дает темп, дает, ну, в основном только и темп, но это сейчас очень-очень важно. Кстати, нифига себе, ему упрет, в скобочках нет. Отлично, ну мы здесь, походу, его сейчас заставим консиднуть, потому что, ну, грубо говоря, шансов у него против нас, ну, нет как-то, да. Я могу тут даже позволить себе в такой последовательности разыграть, или наоборот, потому что я в любом случае пинговал бы. Сборка от Apex Void, одного из самых сильных игроков на маге из американского региона, по-моему, он европейский тоже играет на европейском серваке. Его сборка изначально содержала в себе, вместо пандеренов-импортеров, он использовал пантару моноеда для того, чтобы добирать карты, потом он переключился на как раз-таки этих пандеренов. Мне кажется, что этот выбор, в принципе, довольно-таки неплох. Опять микро-мисс плена, но это особо, думаю, что не имеет какой-то разницы особой, как я здесь сыграю. На следующем ходу мы просто вылетали, потому что этот бедный шаман не получил нужную монокривую хорошую. Хотя, в принципе, у него был пустынный вихрь, у него был, смотри, с ли ареной, с иначей спренью, у него все было идеально. У нас просто все карты позволили совладать с его темпом, зачистить его стол без проблем за счет обилки. Ну, камон, за две маны нанесите, три кому хотите. Слишком сильно, слишком сильно. Я думаю, что здесь ему просто Агабелла наступает. На следующем это просто 10 в 7, потом 3, потом 3 в 16, и этот шаман отъезжает. Кстати, челик, я смотрю, брал за сотый ранг, скин. Он явно будет недоволен этим поражением. Что ж, следующей каткой мы с вами попались на друида. Друиды, насколько я смотрел по статистике, прямо сейчас играют на токен-вариациях своих, на таких вот довольно-таки агрессивных токен-сборках, которые содержат в себе компост. Вот эти вот карты, которые были добавлены с Штормградом. Да, вот сейчас Крестьянин выходит. Причем, заметьте, я помню, я делал ролик, в котором я перечислял карты, которые стали прям по сравнению с теми, что были раньше невероятно крутыми. И это исключительно вот этот вот из-за явления пауэркрипа, да. Так Крестьянин, это просто прокачанный в разы нет пегл, но это обычная карта, это даже не легендарка, понимаете, насколько все печально. Давайте сделаем сейчас тогда... Я все-таки руническую сферу сюда отдам, и потом из рунической сферы заморозок мозгов. Есть Дикий Огонь, это замечательно, но мы все равно вот так вот делаем здесь, нам нельзя никаким образом ему позволить Оракула и Луну выставить. Это вот сейчас он сделал классический Олын. Оракула выставляешь, если я его не чищу, то вы видите, он тут выставил бы просто невероятно сильный стол, это достойный плей, но у нас хватило сейчас возможности, да, за счет карт, которые мы налутали, для того, чтобы быстренько это все дело расконтролить. Сейчас мы за счет нашего очень-очень сильного воспламенителя, да, то есть воспламенитель не идет в лицо, чистит только стол, но он, тем не менее, является очень-очень сильной картой для ранних зачисток для нашего мага, и мы просто вот это вот все расконтроливаем, тем самым мы не позволяем ему делать одереведение на следующий ход за сетапи, да, и опять же доставить нам очень много проблем. Давайте, что я сделал, сначала пандерена, почему я ставлю пандерена, потому что она просто плотнее, первый огонь это замечательно, воровка палочек, ну вообще можно не воровку палочек, можно звездную провидицу первый огонь сюда сделать. Если бы я не нашел первый-второй огонь, да, я бы наверняка ставил воровку палочек и сказал, что-то еще и пинговал бы. Эта раскопка позволила нам выставиться получше, и, соответственно, да, тут идет консид, так как мы расконтролили просто все, его лынь удался, и мы победили. Что ж, следующая катка, и мы с вами попались на охотника. Я рассчитываю исключительно будет каким-то фейс, минимальными изменениями после нерфа, да, я бы на месте подавляющего большинства игроков так бы и сделал, потому что, ну а че, как бы есть прокачка, которая позволила сейчас выйти какой-то мемный колодец с зайцелопами, да, которую невероятно сильно прокачиваешь и просто выдаешь невероятно мощных, суперсильных зайцелопов с кучей-кучей статов, но, я так понимаю, тут люди предпочитают просто вот так вот трахать, просто заходить и, как говорится, да. Ладно, 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 давайте Пандорена, с Пандорена попробуем раскопать что-то, типа первый-второй огонь, вот этот вот, да, но сейчас вот нам не повезло, вот это плохо. Возьмем метание колец, потому что это как минимум может нам позволить, да господи, сколько этих диких огней нам дают, миллион, но я буду конус холода здесь брать, чтобы нам лицо не снесли. Метание колец позволит нам, возможно, лезяную преграду золотать, продлить нашу жизнь, наше мучение против этого ханта. Наверняка он сейчас не будет трейдиться, я хотел сказать, но он потрейдился. Ладно, еще трейд заставы, да, это понятно, но второй, это что-то как-то даже хз. Ладно, это суперсомнительно, давайте сделаем вот так, выставим экскурсовода. Почему здесь экскурсовод именно, а не дикий огонь? Потому что это плюс дополнительное существо, а сути дела не меняет, на самом деле, буду ли я на следующем использовать дикий огонь, чтобы юзнуть обилку. Ааа, окей. Ладно, немножко меняет, окей. Чуть-чуть совсем. Алкелт пришел, хорошо. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим, что Скорпид нам даст. Еще один конус холода, это очень сильно, но, естественно, мы сейчас его использовать не сможем. Давайте здесь пинганем вот так, просто вот так вот трейдимся, пока есть возможность. Оставляем 1-3. Ну, здесь есть проблема, да, с четверкой, которая может сейчас нашего Скорпида убрать, но от других, вот, например, от Лютерога мы отыгрываем здесь, да? Лютерог ничего не сможет сделать и отъедет просто от нашего Скорпида. К сожалению, винтовка Ринлинга с Табдайка приходит, и это ему дает, возможно, синюю ловушку залутать, но он решает наверняк играть. То есть он сейчас по-любому забирает, да? Неприятно. Руническая сфера приходит, это хорошо, потому что мы можем сейчас затрейдить очень важное существо. Почти задушили его агрессию сейчас, вот практически справились полностью. Ничего выставлять сейчас не буду, потому что я очень боюсь Лютерога, не хочу дополнительный дэмэдж получать от него. На следующий мы можем поставить полкелта, у нас испортится метание колец, я раскопал две штуки, чтобы увеличить количество лезяных преград, которые мы по сути матча, в течение матча, да, можем раскопать. Плюс 16 хп, это как раз таки то, что нам нужно. Ну да, погонщица сейчас точно в Лютерога, да, он всех выставлял уже за из лопов, и у него два Лютерога в руке, два. Два Лютерога это, конечно, прикол. Ставим полкелта, думаю, что мы можем руническую сферу сделать, да, в 3-4 сейчас. Почему? Сейчас подумаю. Потому что. Просто потому что. У нас есть еще одно метание колец, капец. Не, ну это возгорание будет по-любому, здесь точно возгорание. Окей, у него 2-7-6, 8-6-8, сейчас, подожди, это 16, 18, но ГГ летал, вау. А, у него Лунная Волчица? Стоп, так это не летал тогда. Вау, что-то вот я Лунную Вол... Вот кого, 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 а вот Лунную Волчицу я точно не ожидал. Лезяная преграда, 100%. Уф, так, хорошо, давай Союзник из Оазиса, наверное, здесь возьмем. Эм, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фух-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Неужели это синяя ловушка? Тебе не достает мудрости. Это змеи. Змеи еще ладно. Так, ну мы здесь еще дышим? Хотя, стоп, как это дышим? Да, дышим, все правильно. Да, да, да. Нет, не дышим. Если он не замисплеет, то мы не дышим Ну, должен же быть люторог А где люторог? А, окей, все равно Ааа, черт, люторога там не было Он вообще его не играл, он меня переиграл Просто тем, что у него этой карты не было Чтоооо? ГГ? ГГ? Что ж, следующая катка, и мы с вами попались На мага, посмотрим, какой маг Это, если он сейчас теребнет свой чародейский гамбит, то все понятно, все ясно плюс понятно. Знаете, все настолько понятно, настолько понятно, что мы с вами должны будем сейчас изо всех сил выставляться на стол. Да, я понимаю то, что выставляться на стол против спалмага это какой-то бред, но если так подумать, при достаточном натиске на стол, в момент, когда он будет обязан разыгрывать свою награду, выполненную, да, я имею в виду Вардена, у нас просто на столе будет летал, и мы этого чела попустим без лишних вопросов. Ладно, погнали. Изготовительница жезлов дает мне еще один дикий огонь. Бэм. Ладно, не дает. Ну, пофиг, пофиг, пофиг. Я юзаю монетку все равно в дикий огонь, потому что я могу. Сейчас мы будем его пытаться душить, и попробуем его как-то зажать, что ли, не позволить ему разогнаться. Да, он сейчас раздупляется, очень даже ничего. Однозначно не самый худший заход, но мы тоже не промах. Вот так вот сразу делаю. Давайте петушару возьмем, потому что раскопать можно какие-нибудь тоже мощные бёрсы заклинания. Его засетапить очень просто, да. Пленный феникс — это одна из самых страшных карт для сетапа вообще. Кидает воспламенение в существо. Ладно, я был поражен челом, который вот на ханте из прошлой катки мне не показал вообще за всю игру ни одного люторога. По сути, я играл вокруг того, вокруг чего играть не стоило. Но кто бы мог подумать, что там не было люторога. Но чел, который кидает воспламенение в существо... Ну ладно, у него два колдовских потока. Я всё понял. Я всё понял, игра. Чтобы такое обыграть, тут как бы... Я не знаю, каким нужно маэстро игры быть, но он продолжает просто выкидывать карты в никуда. Ни одного льда, кстати, он не нашёл ещё. Просто говорю, да. Ладно, давайте подземельщицу делать. Там, очевидно, мы вытягиваем что-то типа дикого огня очередного, да. Ну и продолжаем накидывать. На следующем мы можем сделать дикий огонь, потом поставить пленного феникса. Пленный феникс до седьмого хода у нас... Шестой, седьмой... А, он на восьмом проснётся. Ну, Мардрэша мы anyway будем сетапить медленно. Пленный феникс потом просыпается в момент после Мардрэша, да. Мы делаем руническую сферу воспламенения на восемь ещё. И, в принципе, гасим этого чечика без всяких вопросов. Ну, посмотрим, да. Там нужно будет ещё глянуть вдруг антимагия какая-то и т.д. и т.п. Но пока я вижу то, что у нас бёрст-потенциал невероятный, невероятный просто. Не вижу ни одного льда. Абсолютно не парюсь. Вообще не парюсь. Не вижу ни ледышек, ничего, ни секретов. Уже пятый ход, а он ещё ничего не сделал. Ну, наслаждаемся геймплеем на бронзе. Ну, каразийная гадюка, да, давай менять. Смотрите, что там у нас. Ууу, неострожный ученик есть. Ладно, давай ироническую сферу сразу кину. Посмотрим, вдруг лучше будет карта на бёрст. Нет, не будет, ладно. Ну, зубрёшка, наверное. И на тебе на три. Потом ещё, и потом просто... Ну, так вот, расстрел идёт. Расстрел рок-н-роллом. Круче всех и в жизни, и после смерти. Да-да, он. Очень странно, очень странно. Ну, пингани в Талноса, что ли. Ну, типа, добрать там лёд. Господи. Ладно. Это, кстати, нормальные плей. Но то, что он сейчас делает, да? Он сейчас и фаербол мне зарядит, скорее всего. Всё на... Сколько? На девять? Это нормальный плей, но когда ты играешь в Мирор. А не когда ты играешь против великолепного мага на обилке. Которого не победить, да? Так, четыре, пять, шесть, семь. Ну, да. Просто прилетает ему фаербол и по всему столу тоже. Ну, и на следующем будет очень больно. Прям очень больно. Если он сейчас 3-5 не контролит или меня не леталит. Но леталить меня сейчас, не знаю, невозможно практически, да? Этим магам он отдал много берста. К сожалению, шквал здесь останавливает нас. И тут будет четыре, семь. Что же нас тут спасает? Экскурсовод? Да отвали ты со своим фаерболом, животное. Неужели чел на бездаре сейчас меня сможет выиграть? Руническая сфера ещё, да? Пинг четыре, четыре. Оу. Что бы мне сделать? Ну, прямо сейчас мне можно добрать руническую сферу и выиграть. Не, можно сделать четыре. Добрать её ещё раз. Антимагия какая-нибудь? Тоже сойдёт. Ай, ну что за коловик? Ну нет, 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 нет. Фак. Где-то я ошибся. Где я мог ошибиться? Где я мог ошибиться? Не трогай меня. Не трогай, я на очке сижу уже. Не надо. Окей, всё, антимагия походу меня засейвила. Да, найс. Найс. И сила и рока. Нет, нет, стой. Нет, 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 нет. Чёрт, он смог. Он смог. Он сейчас будет раскапывать. Ой, отстань, отста... За одну ману? Ладно. Домой! Капец тут, блин, напряжение на бронзе. Ха, кошмар. Что ж, ну а на вот этом вот напряженном матчапе против спалмага на бронзе геймплей подходит к концу. Если геймплей вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. И не забывайте, что код колоды вы, конечно же, сможете найти в описании, в моей группе ВКонтакте и в моей телеге. Я недавно завёл телегу. Вступайте. В качестве заключительных слов хочу сказать, что если вас не особо засмущал геймплей на бронзе, да, не волнуйтесь. Мы вообще изи камбэкнем. Вот смотрите, я могу кликнуть. У меня там с учётом 10 звёзд мы взлетаем за одну победу, да. Получается уже бронза 1. О, видали? Так вот, как вы могли заметить, колода довольно-таки простая, интересная, темповая. Не такая, не знаю, всратая или избитая, как спеллмаг, потому что спеллмаг в последнее время очень-очень много играл. И я не думаю, что на спеллмаге прямо сейчас будет прям невероятно интересно бахать, да. Сейчас вот интереснее будет на чём-то подобном играть, особенно в преддверии наёмников, когда все переключатся. Можете пока что поиграть на таких менее избитых и более, соответственно, интересных деках, как вот этот вот мак на обилке. Что ж, у нас за микрофоном был как-то плагиат. Огромное вам спасибо за просмотр. И увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok